За 300-летнюю историю Троицкая церковь пережила много значимых событий. По традиции само здание всегда строилось из древесного материала, дабы не отличаться от других построек села. В 1833 и в 1877 годах оно полностью сгорало дотла. Но местные жители не могли смириться с тем, что там, где они живут, нет места, куда сельчане могли бы прийти и помолиться. В 1930 году церковь была закрыта. Последний ее настоятель, Александр Сургуев, был отлучен от церкви, осужден и отбыл срок. Дальнейшую судьбу священника неизвестно. Сегодня у нас проходит мероприятие закладка первого камня, закладного восстановления, а по сути дела строительства нашего здания Троицкой церкви, которая впервые была построена и освящена в 1722 году. А сегодня местные жители совместно с отцом Дмитрием присутствовали на укладке первого камня и установке креста, на месте которого будет построена новая церковь. У меня муж занялся восстановлением этого храма, потому что село уже наше погибает. Если мы не восстановим эту церковь, то село России вообще из руин у нас не поднимется. Во-первых, я родом отсюда, мои корни. Мы здесь хотя бы проживаем в Кузнецке, но приезжаем сюда на выходные. Мы очень близко и тесно связаны с этим селом. И я, конечно, очень рада, что у нас идет восстановление. Наконец-то у людей проснулась вера Бога. И, наверное, какая-то внутренняя тяга есть у людей к восстановлению этого. Ну, что-то, во что-то мы должны верить.